Программа «Вся матч» продолжается. Дмитрий Жичкин, Юлия Маслаченко вместе с вами. В Сочи определились первые победители старейших в стране детско-юношеских соревнований по хоккею. Именно там в пятницу завершились финальные матчи «Золотой шайбы». Турнира, которую впервые провели аж в 1964 году и который подарил советскому и российскому спорту немало громких имен. О новых героях Василий Анощенко. В Краснодарском крае растят свою маленькую сборную России. Команда «Лавина» в горячем ключе появилась три года назад, когда родители двух юных хоккеистов организовали не просто клуб, а настоящий спортивный интернат. И стали приглашать туда талантливых юношей со всей страны. Их соперники из Татарстана впервые за несколько лет пробились в финальный этап «Золотой шайбы». Чтобы поехать в Сочи, нужно было занять первое место в республике. К последнему матчу за их плечами скопилось чуть ли не сотня игр за сезон. Игр было много. Более ста команд приезжали к нам в город. Играли так же. Сначала по этапам. Мы прошли два этапа, чтобы попасть в Сочи. И вот этот третий этап. Южане действовали мастерски. Три периода, три шайбы. Казанский Олимп, несмотря на все попытки, так и не смог распечатать ворота противника. Непобедимых не бывает. Мы это постарались сделать. Вот, как говорится, еще бы раз и точно обыграли бы. «Золотая шайба» – турнир с богатейшей историей. В 1964 году начинался как соревнование дворовых команд. Несмотря на его изначально невысокий статус, над турниром опеку сразу взял сам Анатолий Тарасов. Во время Олимпиады 2014 года соревнования отмечали полувековой юбилей. И с тех пор игры стараются проводить на побережье Черного моря. В апреле Сочи примет еще два финала – в средней и младшей возрастных группах. Василий Анощенко, Тигран Мерзоян. Сочи. Все на матч.